Вы знаете, я очень взломал этим фильмом, и я испытывал огромную признательность авторам, что они так серьезно, так подробно подошли к очень трудной задаче рассказать о художнике. Единственный упрек мой к тебе, Андрюша. Не нужен этот кадр. С верхней точки, где Лёва сидит в кресле на колесах, и вы так отъезжаете, отъезжаете, и это куда-то уходит в темноту. Это очень, как бы, сказательный. А мне не нравится, что он уходит куда-то в темноту и как бы растворяется, потому что я его ощущаю сегодня очень близко и дорого. И как замечательный шоу режиссер, и как своего, ну, значит, как это сказать, коллегу по ВГИКу и по студии Григорького, и, конечно же, как земляка, убелисица. Вот Евгений Максимович сейчас выступал. Тоже замечательный убелисица. Вот еще один сидит замечательный убелисица, Давид Георгиевич Евселянин, благодаря которому я сегодня здесь с вами. Но в Тбилиси мы не были знакомы. Мы жили, так сказать, на некотором расстоянии, друг от друга, и хотя в Тбилиси все, в общем, друг друга знают, но вот как-то так получилось. С другим его товарищем, Анатолием Григорьевичем Гребневым, который тогда назывался по-другому. Он был знаменитым фигурой Милиси Квуста Файзенбекман. Он был легендарной фигурой, потому что он вел всякие детские утренники, мальчиков еще. Потом он был начальником детской железной дороги и так далее. Потом мы с ним, так сказать, спустя много лет встретились в Москве. А потом был такой дорогой для меня момент, когда почему-то они с Львовым Александровичем поссорились, и тут на одном как бы семейном торжестве я их помирил. И это, я считаю, очень для себя моментом, за которым я себя уважаю. Так, теперь что я хочу вам сказать. Ну, в картине очень много говорили о творчестве, Львов Александрович, поэтому я сейчас говорить не буду. Я скажу только об одной его картине, которая меня совершенно потрясла. Я вышел. Вот Наташа помнит этот просмотр в киноцентре. Я имею в виду не заблудки. Где Лена Финагеева играла замечательно. И совершенно гениально играла Антонова. В общем, дочка замечательного писателя Сергея Антонова почему-то сейчас как-то так несколько подзабытого. Ну, это, так сказать, такое, понимаете, обстоятельство. Не единичное. Вот сейчас вот с экрана этой картины всё время звучали признательные слова в адрес советского кинематографа. Я никогда, ни на иоту не думал, что он может уступить какому-то другому кинематографу в мире. Да, это один из великих кинематографов. И, конечно же, мы те, кто... То поколение, которое пришло на смену основателям, что ли, отцам, конечно же, мы гордились, что мы пришли в этот кинематограф. И когда я говорю, что это великий кинематограф, в данном случае я не своё поколение имею, хотя я думаю, в моём поколении тоже найдётся достаточно достойных имён. Я имею в виду прежде всего тех великих людей, которые его создали. Перечислять их незачем, вы их знаете. Как мы познакомились? Мы познакомились однажды. Постучали. Остался стук в аудиторию во время занятий. И мне спросили, так что-то такое, помогили, чтобы я вышел в коридор. Я вышел в коридор. В коридоре стоял высокий, в такой смертной куртке, в брюках человек. Николин Жанов. Знакомство было с ним позже. Но благодаря этому человеку. Вот представился. А поскольку я с детства любил кино и знал всех, я сразу понял, что передо мной стоит Роберт из «Детей капитана Гранта». Яков Сеги, Яша. Однокурсник. Ив Александрович, с которым они сняли свою первую картину, это начиналось так, где блестящий артист Зубков появился впервые. Ну, что я могу еще сказать? Ну, трудно, в общем. Я волнуюсь. Да простите, простят меня, сидящие здесь. Я просто вспоминаю еще один грустный эпизод, когда вдруг Леон Александрович пригласил меня, значит, и Гребнева. Мы приехали там, ну, Евгений Максимович и Давид Георгиевич и Васильянин. И все. И Наташа, которая там ухожила. Вот мы ужинали. Мы ужинали, немножко выпили, как без этого. Потом мы стоили, Гребнева шли к метро, как-то очень грустные, и что-то мы говорили, что это вдруг, почему? Место того не сняли. Понимаете, есть не только, так сказать, материалистические, так сказать, рычаги, которые движут в нашей жизни, но есть и мистика, и есть такое понятие, как предчувствие. И очень скоро, когда я уехал на такой фестиваль Георгиевных и нарисоваров в Вологду зимой, это было тоже зимой, через несколько буквально дней я узнал, что Гребнева Александровича не стало. Тогда я понял, что он хотел с нами проститься. Но как замечательно, что мы сегодня здесь собрались, это значит, мы не простились. Я говорю, что-то сказал, оглянитесь, вот этот зал, который в таком состоянии, да, вы можете и тот зал мысленно окинуть взором, который все время пытаются отрезать и снести, и даже это. я хочу напомнить, что в то время, когда Лев Александрович руководил нашим союзом, дома кино и здания союза появились во всех столицах наших республиков. Правильно я говорю, Рарик? Рарик. Там Рарик. Кто был в Киеве, знает этот. Кто был в Ташкенте, кстати, не был, вы давно меня зовете, если вы не зовете, поэтому извините. И я давно не был. И ты давно. Во всех, во всех, во всех республиках, и не только республиках, в крупных городах появились дома кино, союзы кинематографистов, и это была огромная, великая семья, наша семья, семья советских кинематографистов. Достойно же мы помним Ильба Александровича. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, мои мои. Спасибо. И знаете, что я еще вспомнил?